МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школах города прозвенел первый звонок. Все мы, каждый из нас, в ответе за тот город, в котором мы живем, за тот регион и за свою страну. Уже сейчас, дорогие мои. В Азове завершился городской образовательный форум «Начни с Азов». Каждый день Победы приходят люди, читают. Вспомним всех по именам, вспомним их сердцем своим. А где эти имена? Нет их, они не могут это вспомнить. Появятся ли имена героев-освободителей на мемориале, павшем за Родину? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поскольку 1 сентября в этом году совпало с выходным днем, День знаний в Азове отметили сегодня. Во всех школах прошли торжественные линейки, прозвучали первые звонки и за партой сели 8 854 ученика. Праздник 1 сентября – это всегда яркие эмоции, улыбки, встречи с учителями, одноклассниками и торжественные линейки, которые в каждом учебном заведении проходят по-своему. В школе номер 2 старшеклассники торжественно вручили первоклассникам символический ключ знаний. АПЛОДИСМЕНТЫ А в 15-й школе первоклассники порадовали всех присутствующих своими выступлениями. Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим, на урок не опоздаем, без причины не просмотраем. В школе номер 14 начали обучение почти тысяча юных азовчан, которых приехал поздравить глава администрации города. При этом Владимир Ощупкин отметил некоторые позитивные изменения в облике учебного заведения. Пока вы отдыхали, школа ваша немного преобразилась. Галине Ивановне вместе с педагогическим коллективом удалось поменять и оконные блоки, и входную группу в школу, и приобретена новая мебель для столовой, школьная мебель. Я надеюсь, что все эти, пусть пока не столь значительные изменения, но помогут успешному учебному процессу. И еще у нас самое ближайшее время в планах капитально отремонтировать внутридворовую территорию, что мы тоже сделаем вот в течение сентября месяца. Сегодня особенный день для всех школьников, но герои дня, конечно, первоклассники. Мы сегодня гордо шли по осенним улицам, лишь посмотрят, что на нас сразу залюбуются. По традиции прозвучал звонок, известивший о начале нового учебного года и, как салют в честь первоклассников, в голубое небо взметнулись десятки разноцветных шаров. Он зовет нас, обирайте! Мы просите первый урок! Это сам сеть для нас! Яркое зрелище произвело незабываемое впечатление на первоклассников, в числе которых Глеб Прасол. Понравилось, как отпускали шары. Как это было? Расскажи. Это все отпускали много шаров, и они летели далеко и высоко. Глеб давно выучил все буквы, намерен учиться на пятерке и с нетерпением ждал первого урока. Первоклассники, в отличие от родителей, пока не могут полностью осознать, что в их жизни начался новый серьезный этап. Конечно же, очень волнительно. Готовились к этому дню очень долго. И сегодня очень волнуемся, переживаем и надеемся, что это хорошее начало у нас, что у нас это такой старт, будущее. И возлагаем большие надежды на сына, и будем всячески ему помогать. Родители с волнением ожидали у дверей класса окончания первого в жизни своих детей урока. Между тем, вчерашние дошкольники под руководством учителя составляли на доске праздничный букет из своих фотографий, а заодно знакомились. Есть ли Саши? Есть, и тут же двое. Только Саша мальчик и Саша девочка. Ой, Саша. Да. Да, нет, сейчас пропустится. Для учеников 11 класса сегодня прошла последняя школьная линейка, посвященная началу учебного года. Ну, грустно, потому что все-таки больше не вернешься в школу, и как-то от этого становится грустно. Вот. Все-таки все это заканчивается. Ну, а с другой стороны, все равно грустно, что столько лет был в школе, и все так быстро закончилось, быстро прошло время. В первую очередь этот праздник вызывает радость. Немножко грусти, так как многие дети уходят из школы. По словам классного руководителя 11-го А, Евгении Анатольевны Бойко больше всего она хочет, чтобы ее ребята нашли свое место в жизни и стали счастливыми. Об этом и предложила поразмышлять на первом в этом году уроке. Вот. Они активны, талантливы, красивы, умеют держать себя на сцене. Они великолепно учатся. У них очень хорошие задатки. Поэтому все вместе, когда организовался новый 10-й класс из предыдущих 9-х классов, он оказался удачным. Это лучший класс. Дорогие друзья, я вас от всей души поздравляю с началом учебного года. Всем вам желаю только приятных эмоций от посещения школы, родителям терпения, еще раз терпения. Ну, а учителям благодарных, ученикам, а самим деткам отличной успеваемости. Всех вас с праздником! Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо В минувшую субботу, 31 августа, в Азове завершился трехдневный городской молодежный образовательный форум «Начни с Азов. Будущее начинается с тебя», организованный Молодежной администрацией города, отделом по делам молодежи и Азовским музеем-заповедником. О задачах и результатах достаточно масштабного мероприятия узнали наши корреспонденты. Около ста юношей и девушек в возрасте от 15 до 23 лет стали участниками молодежного форума «Начни с Азов. Будущее начинается с тебя», которое завершилось фестивалем с амбициозным названием «Энергия будущего». О цели мероприятия сообщил один из главных организаторов, председатель молодежной администрации города Денис Шинкаренко. Целью для досуга молодежи нашего города, чтобы они понимали, что в нашем городе есть чем заняться от спорта до искусства, прикладного искусства, спортивных мероприятий, чтобы они больше разно приобщались к культурной жизни нашего города. Для команд участниц была подготовлена насыщенная и разнообразная программа. В первый день мы прокачивали их лидерские качества, их цели, мечты, которые они поставили. Во второй день мы прокачивали ребят образовательной программой, они писали социальные проекты. Сегодня же мы ребят прокачивали и ребят теми проектами, что такое команда, что такое проектная группа, чтобы они не сами с собой реализовывали эти проекты, а вместе с командой, с той командой, которые они писали этот проект на протяжении трех дней. Вот мы сегодня их и прокачали вот этими вот навыками команды, команды образования проектной группы. По словам Дениса Шинкаренко, во время проведения форума участники написали шесть социальных проектов, которые в течение года предстоит реализовать с привлечением партнерско-спонсорского финансирования. Конечно же, молодежная администрация, члены молодежной администрации будут помогать реализации ребят этих проектов. И в дальнейшем мы надеемся, что ребята будут подавать свои проекты на грантовые конкурсы. В дальнейшем же, если они будут выигрывать гранты, они будут получать финансирование от трос молодежи, от фонда президентских грантов, безусловно, и уже реализовать полноценно свои проекты. Депутат областного законодательного собрания Екатерина Стенякина пожелала каждому участнику, чтобы его мечта исполнилась именно в родном городе. Вы счастливчики, потому что вы живете в прекрасном городе, в городе воинской доблести, который славен невероятной историей. Историей, которая стала фундаментом, в том числе и для великой истории нашей огромной и прекрасной страны. Все мы, каждый из нас, в ответе за тот город, в котором мы живем, за тот регион и за свою страну. Уже сейчас, дорогие мои. В следующем году наша страна отметит 75-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Как правило, в преддверии праздника произносится много патриотических речей и обещаний помнить о подвиге советского народа. Но парадокс в том, что в нашем городе до сих пор нет памятника, где были бы высечены имена героев-освободителей. Почему так произошло и как изменить ситуацию в сюжете наших корреспондентов. Посещая мемориал «Павшим воинам», наверняка многие азовчане задавались вопросом, почему на памятнике нет ни одной фамилии героев, погибших во время Великой Отечественной войны. Этим же вопросом много лет назад задался и Владимир Фоменко, человек, не нуждающийся в представлении. Старшее поколение знает его как архитектора нашего города, а телезрителям он много лет знаком, как автор ведущей программы «Голос минувшего». Вот зритель меня вправе, конечно, спросить, почему же не были выбиты имена в то время, когда строился этот мемориал. Это было в 1971 году, зимой. Торопились к 9 мая сделать. Конечно, не выбили тогда. Но когда мы уже реконструкцией занимались в 1983 году, я попросил военкомат представить имена погибших и похороненных здесь. Тогда был Михаилушкин Петр Михайлович охраной памятников, он занимался. Он мне сказал, Владимир Тихонович, имена еще все не установлены, поэтому выбивать не будем. Когда установим, тогда можно выбивать. Прошло 37 лет. Наконец имена установлены. Да хотя бы и не были все установлены. Можно было выбить, а потом постепенно вырезать дальше. Понимаете, вот в чем дело. На месте мемориала находилось братское захоронение. Также здесь были и именные могилы. Зимой 1971 года все это было снесено, но на новое кладбище никаких перезахоронений не производилось. Согласно архивам, на этом месте покоится около 200 воинов-освободителей Азова. Часть этого кладбища братского находится под мемориалом, а часть чуть смещена вот туда, где стоят туйки. Они лежат там, под тротуар. Мы по ним ходим сейчас. Но неважно, надо восстановить все это. Обязательно нужно восстановить. Предложение о том, как это сделать, а также эскизы, расчеты Владимир Тихонович уже неоднократно направлял и в городскую администрацию губернатору Ростовской области. К сожалению, пока никаких ответов не поступало. Я проявляю сейчас очень большое беспокойство, потому что мы можем не успеть к 75-летию. Цена вопроса здесь от не меньше миллиона и не больше трех миллионов. В чем суть? Вот стоит барьер, да? Вот его 20 сантиметров барьера, ограждение, чтобы люди не падали. Мы его поднимаем из красного гранита на вот такую высоту, ну, чтобы можно было удобно читать, и выбиваем, это 20 метров стенка, и выбиваем все известные золотом, именно фамилии и имена, благодаря которым людям, благодаря которым мы сейчас живем. А не работаем на немецких помещиках, допустим, или еще где-то там на заводах у немцев. Все дети, которые приходят заранее сюда, детские сады, школьники, кладут цветы там, будут укладывать здесь вот. По композиции, я дам вам этот проект, ну, эскизный проект, по композиции завяжется этот мемориал. Вот эти вертикальные красные стелы будут завязаны горизонтальной одной стеночкой с золотистыми надписями. По мнению Владимира Тихоновича, с появлением имен героев-освободителей на мемориале ежегодная акция «Бессмертный полк», которая каждый год проходит в Азове, обретет новый смысл. Каждый день Победы приходят люди, читают. Вспомним всех поименно, вспомним их сердцем своим. А где эти имена? Нет их, они не могут это вспомнить. И они не виноваты, потому что они не выбиты, хотя они известны все. К слову сказать, на этом месте покоятся не только азовчане. Здесь много солдат, призванных из Средней Азии и Кавказа. Эти люди самоотверженно сражались за маленький, незнакомый городок Азов и погибли, отдав свои жизни. Если их имена появятся на мемориале, наверняка есть в живых их родные и близкие, которые обязательно приедут поклониться своим предкам и почтить их память. Ну и сейчас нам ничего не мешает. Тем более, все, 75 лет, уже два поколения прошло, начинает все уходить в жизни нашей. Обязательно нужно выбить это. И сделать это дело святое на долгую память. Екатерина Четверякова, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Видео с жестким нокаутом, который произошел не на боксерском ринге, а на собрании членов дачного некоммерческого товарищества «Южное» под председательством бывшего атамана Азовского казачьего союза Юрия Калабродова, появилось в интернете в понедельник, 2 сентября. В ходе собрания один из его участников попросил 5 минут для озвучивания объявления для дачников. После секундных препирательств с председателем, мужчина неожиданно получил мощный удар в челюсть от вскочившего с первого ряда кресел мужчины атлетического телосложения. Как стало известно позже, после такого сокрушительного хука пострадавший оказался на больничной койке. Была ли вызвана полиция на место преступления и задержан ли хулиган, не сообщается. Если так проходят обычные собрания мирных дачников, то непонятно, чего ожидать от них в дальнейшем. В этом году дому номер 43 по улице Мира исполнилось 65 лет. Соседним номеру 43А по этой же улице и номеру 81 по переулку Красноармейскому 25 и 55 лет соответственно. Жители решили объединить все эти юбилеи в один общий праздник двора, на котором побывали и наши корреспонденты. В общем дворе трех домов рядом со старожилами живут молодые семьи, в которых подрастает будущее нашего города. По словам заместителя старшего поддому номер 43 по улице Мира Ольги Рубан, прежде день двора никогда не отмечался. Мы впервые собрались вот так вот. За столько лет? Да, за столько лет. И в общем-то я хочу сказать, что нас объединили дети. У нас как-то в этом дворе очень мало было раньше детей, практически не было. А сейчас вот появилось много новых семей, вот, и детишки, маленькие, поборщенькие. И вот они, нас как бы, вот мы решили, объявили конкурс рисунка. И это настолько как-то и родители впечатлило, и детишек. Вот, так что вот они нас как бы объединили сегодня. Представители юного поколения домов-юбиляров, которые подготовили к празднику свои рисунки, не остались без подарков. Федотов Никита, 11 лет. Агаркова Даша, 7 лет. Савченко Даша, 11 лет. Паваляхина Уляша, 5 лет. Алексеева Вера, 5,5 лет. Ценными подарками были отмечены ветераны труда и старожилы двора. Аплодисменты, аплодисменты, пожалуйста. Председатель ТОС номер 47 Галина Кузнецова обратилась к администрации города с просьбой помочь сделать двор территории комфорта. Ну, я считаю, что наш вот этот микрорайон номер 47 самый лучший. Вы со мной согласны? Где еще такие люди, вот как вы? Столько деток, посмотрите, сколько их. Воспользуюсь случаем и хочу попросить администрацию города, присутствующую здесь, можно? Обратить внимание на то, что вот в нашем конкретном квартале, где мы проводим сейчас праздник, нет ни детской площадки, хоть более-менее красивенькой и хорошей, ни спортивной площадки. Организаторы праздника надеются, что результатом мероприятия станут более теплые добрососедские взаимоотношения. Надеюсь, что вот этот праздник, он покажет, что можно жить дружнее, что можно быть более счастливым к судьбам соседей, вот, и терпимее ко всему, вот, как бы, жить дружнее. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Подписывайтесь на нас в инстаграме, пульс нижнее подчеркивание Азова, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова